МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это создание таких онлайн-платформ, где местные органы власти могут выносить на обсуждение какие-то проекты решений, собирать мнения, анализировать. Привлечение максимально большего числа людей к реализации целей устойчивого развития – один из основных постулатов программы ООН. Представители органов власти, местного самоуправления, науки, бизнеса, частного сектора молодежи, общественных организаций. Участвовать в развитии территории могут все. Такой подход позволяет отказаться от принципа объять необъятное и сконцентрироваться на конкретных ключевых проблемах каждого региона. Такой проект в 2017-2018 годах на Гомельщине уже реализовывался в рамках программы Федерального правительства Германии по поддержке Беларуси. Несколько проектов реализовывалось на территории Гомельской области. Один из них, он был направлен на деятельность партнерской сети социальных организаций, реализовывался на территории, например, Гомельского и Рогачевского районов. И тоже был направлен на содействие, вовлечение, скажем, местного сообщества, в решение местных проблем в контексте устойчивого развития. Важное условие при реализации целей устойчивого развития – это партнерство различных ветвей власти, и их максимально тесное взаимодействие с общественными организациями. В областном общественном объединении инвалиды-спинальники приводят конкретные примеры инициатив, реализованных при поддержке государственных структур. Провели мониторинги объектов спортивных на предмет соответствия условиям безбарьерной среды. Оказали материально-техническую помощь при ТЦСОНу Советского района с установкой пантуса и ремонтом входной группы. Приобрели оборудование спортивное для областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и ментефолимпийским видам спорта. Организовали обучение тренеров именно для инваспорта, для развития. Далеко не последнее место в целях устойчивого развития занимает экологический аспект – выбросы промышленных отходов с последующим загрязнением атмосферы, загрязнения вод и почвы, бытовые отходы. Как следствие, ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, увеличение численности наследственных заболеваний и патологий. Не все эти проблемы являются актуальными для Гомельской области, однако и у нас есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание. Речь в первую очередь идет о переработке отходов, причем по современным технологиям. Сейчас в регионе во что-то действительно полезное, их перерабатывается чуть более 25%, что даже близко не приближается к мировым показателям. Применять у нас в республике наиболее эффективные или самые эффективные технологии по переработке, те, которые используются в европейских странах, где уровень переработки достигает 90 и более процентов. На сегодняшний день наш полигон коммунальных отходов, это Гомельский, он исчерпал, конечно, свои ресурсы. Цели устойчивого развития на международном уровне сегодня реализуются в рамках программы развития ООН при участии двух ее фондов – Детского и Фонда ООН в области народонаселения. Непосредственно в Беларуси этими вопросами занимается Республиканский совет по устойчивому развитию, в состав которого включены представители министерств и облсполкомов. На местах работу координируют региональные группы. Такое представительство позволяет определить приоритеты, исходя из местных особенностей. Что касается Гомельской области, здесь мощный промышленный потенциал. Его эффективное развитие позволит увеличить доходы населения и обеспечить социальные гарантии для наиболее уязвимых групп. Индустриальный комплекс не может существовать без внешнеэкономических связей и торговли, не может существовать без своего дальнейшего развития, модернизации. Также хочу отметить немаловажную роль в развитии малого предпринимательства. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.